Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады вас приветствовать на телеканале Ноттерначик. Сегодня среда и, как всегда, с вами программа «В мире знаний». Предлагаем вашему вниманию наш сюжет, который называется «Милосердие». Речь пойдет о католических приходах в Кабардино-Балкарии. Католический приход – одна из малочисленных общин в нашей республике. И это неудивительно, ведь католицизм исповедуют французы, немцы, литовцы, часть украинцев, поляки. Мария Адольфовна – полька, одна из самых уважаемых в приходе. Она – представитель старшего поколения, исправно посещает этот приход. По ее словам, по возможности, в ее семье всегда придерживались обычаев и традиций своего народа. И, конечно же, не забывали религию. Родилась дома в Будичах, в боеводстве Веленске. Под Польшей мы жили, под Пельсуцким. У нас костел не закрывался никогда, и теперь не закрытый, и в войну. Мы ходили у костела, я и шлюб брала, венчалась, и мои дети хрещеные. Ксен Станислав Гурский меня венчал, и моих детей хрещеные. Вот, Лилю Дану. У меня библия в напольский язык. Что для вас этот приход? Небо. Я ж иду, как у неба сюда. Сюда же приходят не только поляки. Как вы общаетесь? Отлично с семьей, я рада. Здесь есть много национальностей. Отец Лоран вообще француз. Вот, как вы все уже... Это же наша кровь. Это наша кровь. Католик. Все мне, все я рада, что костел у нас есть. Иисус Христос. В Кабардино-Балкарии существует три католических прихода. Приход святого Иосифа в Нальчике, святого семейства в Прохладном, Благовещение, селение Благовещенко, Прохладненского района. До 90-х годов католики, проживающие в Нальчике, собирались по домам на совместную молитву. А позже в городе образовался самостоятельный приход святого Иосифа. В настоящее время община имеет свою церковь и пастыря, а настоятелем является отец Лоран Флеши. В 1996 году у нас был Ксен Сбранислав Чаплицкий, у нас еще прихода не было. Мы собирались на частном доме, потом в санаторий «Горный родник», там фирма польская была, «Будемекс», поляки. Мы место у нас проходили на польском языке. Потом приехали с ордера с Ирландии отец Корнелис де Херти, и вот этот приход с 2005 года организовался имени святого Иосифа. На все месы хожу, традиции, обычаи уважаю на Кавказе, но по вероисповеданию, предпочтение католикам. Приход помогает как духовная пища. Приходишь на каждую месу, общаешься не только на месте со священником, и, как говорят, через святой дух общаешься с Богом. Вот это самое главное духовная пища. Отец Лоран Флеши, так называют его прихожане, француз по национальности. Его отец-торговец часто выезжал за границу, бывал не раз в России. С этой страной Лоран был заочно знаком еще с детства. В 18 лет поступил в монастырь. Будучи монахом, не раз посещал Россию, помогая при ремонте монастыря в Санкт-Петербурге. Бывал в Саратове. По словам отца Лорана, по воле Господа, в 2005 году приехал сюда на Кавказ. И вот уже пятый год исправно служит мессы, проводит таинства и обряды, помогая прихожанам в Нальчике, Прохладном и Благовещенке. Я прихожу сюда на службу, на встречу с Богом, на общую молитву. Это для меня очень важно. Как давно вы приходите в этот приход? Пять лет. Вот уже ровно пять лет я сюда прихожу. А как попали, если только пять лет? Когда я узнала, что есть здесь католический приход, я об этом не знала. Я пришла сюда, когда об этом узнала от моих знакомых. Они, в принципе, прихожане приходили сюда. Поэтому, узнав об этом, я пришла сюда. Здесь почувствовала себя где-то близко к Богу, что ли. Внутри что-то происходило. Передать это невозможно, объяснить это невозможно. Но здесь я почувствовала какую-то внутреннюю защиту у себя. Внутри что-то стало происходить. И в моей повседневной жизни стало что-то меняться. В 2002 году, в августе месяце, в Кабардино-Балкарию в приход были приглашены сестры Ордена Матери Терезы. Это многонациональная общность. Немка, хорватка, полька и индианка занимаются здесь благотворительностью. Помогают нищим, бедным, независимо от их вероисповедания. В приходах ведут катехиз с детьми. Я сейчас прихожанин прихода святого Иосифа, католик. Был мусульманином или не был, но я никем не был на самом деле. Вот со мной случилась проблема. Я отморозил ноги и ампутация обоих стоп у меня была. Я не знаю, у меня жизнь нехорошая была, ну, трудная, тяжелая. Я благодарен Богу, то, что со мной это случилось. По-другому я, наверное, не понял бы, зачем я сделал, как я жил. Я сам себя считал Богом раньше. На самом деле я никто ничтожившего был. Вот благодаря этому проходу, этим людям я понял, что есть Бог. Изменил свою жизнь, я не знаю. Это Бог изменил у всего. У меня отношения к людям совсем другие. Я даже не ругаюсь сейчас. Я сам себе удивляюсь. Не курю, не пью, ничего. Я не знаю. Бог во мне все изменил. Раньше я стыдился с такими людьми общаться, кресты носит Богу, о Боге говорят. А сейчас сам о нем говорю. Вот, что Бог делает с людьми. Он есть, Он действительно есть. Люблю этих людей, которые окружают меня. Я им благодарен за всем. Совсем недавно для католиков состоялось очень радостное событие. В прохладном был расписан приход святого семейства. Я сначала познакомился с Россией, с моими православными друзьями. Я ничего не знал о католиках. И я сразу чувствовал, что надо найти знак единства. «Религия» по-латински значит соединиться. И у нас разные традиции, но мы можем жить как в одном семье. И поэтому, когда я познакомился с жемотистом, мы сразу согласились, что надо найти стиль, который существовал перед расколом. Это как, что было тысячи лет, это как пророчество для того, чтобы мы найти путь соединения. Что мне очень нравится, это не искусственный стиль, это как, я думаю, что наша душа как ребенок боя, и не нужно найти что-то слишком искусственное, надо, чтобы душа лишала. Вот просто так. Работа практически завершена. Вы получили ожидаемые результаты? Ну, больше, что я ожидал, конечно. Знаете, мы мечтаем, но вот сейчас мечта грандиозная, чем реальность. Совершенно лучше, чем мечта. Ответственную миссию доверили Жан-Батисту и его помощником из Франции. Жан-Батист Царегу – потомственный фрескист. Его отец занимался росписью церквей и вот уже около 20 лет продолжает, как говорит он, это богоугодное дело. Что вы ощущаете перед тем, как начинаете работу? Молитва – это самое первое ощущение. Это значит присутствие Христос, потому что, когда вот такая работа, это невозможно придумывать, это надо просто почувствовать. И для этого надо именно молитва, которая является и дает именно вот это чувство, присутствие Бога. Путь идет к Богу, к свету и к страшному суду. Вот это изображение, которое на право альтаре, это как раз победа на зло. Вот это все, которое именно человек должен бориться. Это не просто кто-то есть зло, а сам в себе есть борьба, которую надо над собой делать. И это решается вопрос. Вот поэтому местные остановки тут на Кавказе имеют очень большое значение, чтобы именно выражать этот смысл, эту композицию. Работа является от самой древней живописной технологией, которую употребляли даже доисторические люди, можно сказать, в пещере. Вот, значит, что эта техника, она выражает душа, что чувствует человек. Она сама по себе не должна быть на первом месте, она просто должна выражать то, что человек верит. Вот это самое главное. А когда уже это искусство для искусства, это уже немножко потеряется свой смысл. Поэтому техника, она идет в этом направлении. Ну, мы, конечно, углем работаем как действующие люди, можно сказать, но это для эскиз. Дальше мы употребляем краски, которые можем именно на таких стенах использовать. Обычно мы пишем фрески на свежей штукатуркой, с известьем. Это когда стены, они позволяют такую работу. Когда тут стены, они из гипса, который нам пришло работать с аквеликовыми красками, потому что они на такой фон, они могут... Да, но это очень трудный момент, потому что как раз это выражается истину, и крас, которую использует художник, должен тоже быть ближе к истине, ближе к натуральному свету, а не искусственному. Прежде чем взяться за роспись, необходимо осмотреться, учесть местность и менталитет народа. Жан-Батист и отец Лоран перечитали море литературы, ознакомившись с национальным колоритом, ведь при росписи обязательно используются элементы национального орнамента. Это очень важно, что люди, которые живут тут на месте, что они ожидают, как они представляют вот эту работу. Поэтому отцы, которые тут служат, для них их мнение, это, можно сказать, самое главное, как они, они же будут молиться в этой церкви, и это не просто декорация, и это именно как они представляют образ Божий, поэтому, и как это выражается, например, эта история. Вы работаете в разных стилях. Здесь вы выбрали какой стиль и почему? Ну, можно сказать, что мы все-таки стараемся выражать вот этот стиль, который ближе к ранее крестьянский стил, который создан с 6 до 11 веки, именно стиль, который использовали все крестьянины во всем мире, чтобы были там на восток, на западе, что тут, что, например, во Франции, и это общий корень, который мы ищем между людьми и все между крестьянами. Поэтому стиль, он от византийской культуры, можно сказать, взял свои специфические, чтобы выражать духовный образ в традиционное искусство. Люди, они, и особенно женщины, они как будто стараются быть в высокой, длинной одежде, и в фольклорне, они выражаются в такая легкость, которая даже выражает такое духовное тело, можно сказать, как ближе к Богу. Эти горы, которые тут, этот Эльбуз, он тоже чанный человек в вех, не внизу, а в вех такая есть энергическая такая сила, которая местная, которая чувствуется. И мы в этой композиции все идет тоже в вех, спаситель, он как Эльбуз, можно сказать. Вот это живой сил, мощность, которой человек питается. У Жан-Батиста и его помощников, как говорят они, духовная гармония. Поэтому и работа спорится. Здесь не важно, кто ты, православный или католик, объединяет их одно – вера в единого Бога. Один из нас католик, я, например, православный, и для нас это не проблема, потому что мы не смотрим наши разницы, мы стараемся найти то, что нас объединяет, а не разделяет. И потому вот так они занимаются уже как-то в нашем ателье, чтобы не просто приехали. И они, как сказать, в состоянии быть в таких условиях, чтобы тут у нас много работают людей, но не все могли бы приехать и почувствовать тут это место, и быть эффективными в работе. Один из помощников – Аполлинер, племянник Жан-Батиста. По его словам, он сам решил принять участие в этом проекте, приехал на Кавказ. Здесь другие люди, другая культура, но все ему нравится. «Моя жизнь изменилась», – говорит Леонард, – «с тех пор, как он стал работать вместе с Жан-Батистом и занялся храмовой росписью». Когда не знаешь немного истории росписи, истории фресок, истории икон, для тебя это просто такой образ, который для тебя не является. Когда уже начинает Жан-Батист объяснял, Отец Лоран объяснял, Библию читаешь и видишь этот образ, что они делают, ты действительно начинаешь понимать, для чего это сделано и почему именно это так. А для меня это лично, это, ну, можно сказать, откровение, что это действительно может быть так. Дружная, слаженная работа мастеров-художников принесла радость прихожанам. Через 10 дней роспись костёла была готова. И уже Рождество – один из религиозных праздников католики встречали в уютном, озарённом светом и фрагментами Библии в молельном доме. Католические приходы постоянно оказывают посильную помощь нуждающимся. Малоимущим семьям, бедным, одиноким, бездомным. Проводят большую работу с детьми. Это не только подарки к Рождеству и молодёжные встречи. В селении Благовещенко создан детский конный клуб. Здесь дети получают не только навыки в конной езде, но и сами учатся ухаживать и общаться с этими благородными животными. Наша страна и республика многонациональна и многоконфессиональна. Здесь бок о бок проживают люди.